Красуйся, Град Петров, и стой неколебимо, как Россия. Такими строками когда-то обратился Пушкин к нашему городу. И вот чтобы сегодня он, город, стал краше, комфортнее, журналисты и профессионалы строительной отрасли, второй год подряд вручают премию в сфере недвижимости Град Петра Эвордс. В 320-летие главного детища Первого Императора церемония будет особенно актуальной. И я с радостью представляю нашу гостью, генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, Ирина Жеглова. Ирина, здравствуйте. Доброе утро. Рад вас приветствовать. Выбор будет сделан в 13 номинациях. Среди них «Петровский особняк», «Петровская вилла» и другие. Вот я правильно понимаю, что они полностью охватывают весь рынок жилой и коммерческой недвижимости? И какая ваша самая любимая номинация? Ну, конечно, мы бы хотели, чтобы мы охватили весь рынок жилой и коммерческой недвижимости. Приглашаем к участию застройщиков как и Петербурга, так и Ленобласти. Но моя любимая номинация – это «Императорский двор». Я, как мама двоих детей, всегда обращаю внимание на инфраструктуру жилого комплекса, чтобы там были хорошие детские площадки, место, где погулять, чтобы все было комфортно и удобно для жителей. Ну, интересно, что будет проведено народное голосование, и можно будет отдать свой голос за любого номинанта. Вот как это сделать? К народному голосованию и к голосованию экспертов мы плавно подберемся к ноябрю месяцу, когда уже будут собраны все заявки, чтобы все было честно, чтобы все номинанты находились в равных условиях, и мы сразу объявим голосование. Нужно будет зайти на сайт, выбрать понравившийся объект и отдать свой голос. Все просто. Сейчас как раз этап активного сбора заявок. Да, да. Ну и далее уже присоединится к этому экспертное жюри. То есть принятие части совсем несложно, да? И, в принципе, любой представитель застройщика может подать заявку. Конечно, любой. И у нас, тем более, есть много достойных застройщиков, которые занимают ведущие рейтинги во всероссийских топах. Чувствую, осенью будет жара строительная. Как будет проходить само вручение премии? Ну, это формат светского мероприятия. Спасибо вам за такое чудесное прочтение. Да, и вот он в таком же чудесном формате будет проходить наше вручение, как полагается в Санкт-Петербурге. Красиво, пафосно. Круглые столы, да, общение, я так понимаю, предусмотрено. Ну, сейчас я начала говорить о финале, который пройдет в декабре. Да, а до декабря, во время приема заявок, во время голосования, мы будем проводить круглые столы, где будем застройщиками обсуждать, в принципе, насущные проблемы, как выбрать жилье сегодня, в связи с санкциями, не пострадала ли там отрасль, будут ли качественные материалы использованы для строительства новых элитных домов. Это очень всегда интересует покупателей элитной недвижимости и так далее. Оригинальная идея, на которую мы не можем не обратить внимание, это вручение призов имени знаменитых зодчих и архитекторов Петербурга. Агюста Монферрана, Карла Роси, да. Вот будут еще какие-то исторические отсылки? Ну, давайте ставим интригу к окончанию проекта. Ну, вообще, действительно, в этом году это наша такая фишка, идея. Мы проложили мостик между городостроителями прошлого и настоящими. В год 320-летия Санкт-Петербурга будем рассказывать на страницах и сайте Комсомольской правды, извиняюсь, на сайте КП о зодчих, знаменитых, которые... Ну, отлично, отлично. Ну что ж, мы желаем удачи всем участникам премии Град Петра Уорс. Спасибо большое.